Все мы с вами такие разные, все мы так похожи друг на друга. Все мы хорошие, плохие, веселые, озабоченные, когда-то родились. И все мы умные, глупые, высокомерные и даже богатые, когда-нибудь умрем. И отрезок между двумя этими отмечаемыми нами событиями называется жизнь. Любой отрезок, как известно, можно промерить. Колбасу в граммах, шелка в сантиметрах. А чем промерить жизнь? Чаще всего мы говорим патетично, мечтаем высоко, а живем, ну, сами знаете. Мы ведь свою жизнь не ценим, да и чужую не очень. Попробуем пойти сначала. Этой симпатичной девчушке уже 4 года. По настоятельному совету врачей, и ее быть не должно. Было бы. Мы ведь просто решаем, быть или не быть новому человеку. В 2001 году как раз в нашем городе прошла эпидемия краснухи, и заболевали практически все. И дети, и взрослые. Нигде нельзя было укрыться. И как раз моя сноха, будучи на первых месяцах беременности, она как раз заразилась вот этой краснухой в женской консультации. И такая болезнь, она, в принципе, никому не безвредная, ни детям, ни взрослым. Единственное, кто от этого страдает, это плод в очреве матери. И вот 50 на 50 процентов, что ребенок будет или здоровым, или же он будет рожден с какими-то патологиями, были случаи, что даже очень тяжелые. И для нашей семьи вот это известие было буквально потрясением. Первая наша реакция была, мы просто молились, Господи, спаси ребенка. Их было трое. Папа, мама и верующая бабушка. Постепенно они стали верить Богу все, отчетливо понимая, что в такой ситуации люди не помогут. А люди были как люди. Понимающие кивали головами и говорили, да, ребята, но это ваша жизнь, это ваши проблемы. Вы должны сами решить, что сделать. Другие открыто говорили, мы бы не стали плодить уродов. Мы уже решили для себя, что ребенок останется. Но возник другой вопрос. А как любить его? Заведомо зная о том, что он может родиться, ну, мягко скажем, неполноценно. И тогда молитва вышла на какой-то другой, что ли, уровень. Мы стали просить, Господи, помоги нам любить ребенка таким, какой он будет. Ее назвали Викторией. Растет, учится, хулиганит, как все нормальные дети. Это действительно была победа. Победа веры, победа надежды, взаимопонимания и поддержки. В конце концов, это была победа любви. Но если с духовной точки зрения, я считаю, что это был триумф. Это был триумф Бога-победителя. Понимаете? То есть он посрамил мудрость мира. Потому что, как правило, мир, он же... И он не заинтересован в прибавлении. А Богу нужны дети. Почему, как только речь заходит о смерти, говорят о Боге, а когда речь заходит о жизни, говорят о ее цене? Цена для того, чтобы действительно заплатить цену жизни, нужно умереть для себя. Вот это я знаю. Но именно этого и боятся девочки, которые хотят сделать аборт. Именно этого боятся мамы, которые думают, что родится, а я буду вот возле него сидеть и проведу все. Тогда для этого каждая девочка, каждая мама должны сделать выбор. Я дам жизнь или я возьму жизнь. Понимаете? Каждый делает свой выбор. И каждый несет ответственность за этот выбор. И закон последствий никто не отменял. Какой мы сделаем выбор, такие мы последствия будем нести. Итак, жизнь Виктории теперь измеряется любовью и верой родителей. Но у нас не принято мерить жизнь любовью. Мы чаще всего меряем жизнь страхом и смертью. Ну что ж, пойдем на тот край отрезка. А как это, когда жил-жил и вдруг приготовьтесь к смерти вам уже, и завтра будет дождь, но уже без вас. Вы готовы? Я нет. У Шуры онкологическое заболевание. Рак молочной железы с метастазами в легкие. Метастатический плеврит. Это смертельное заболевание. Я раньше никогда не верила в Бога. Я никогда не думала, что Бог мне поможет. И вдруг неожиданно, вот так было раньше. Я пила, я пыталась отравиться, всякое было. Когда я отравлялась, меня клали несколько раз в больницу. И это все было грехи и мучения для меня. Я еще выдумывала, на крышу залезла, на чердак, и хотела сброситься, хотела умереть. Но Бог меня спас. А потом еще дальше, дальше. Я пила, пила. Потом я думала и решила бросить пить. А потом я начала болеть. Начались признаки болезни. Я пошла к врачу, показала себя. У меня одышка появилась сильная. Я думала, что это перед смертью. А потом дальше было очень страшно. Шуре дали адрес Самарского хосписа. Кто не знает, там помогают неизлечимо больным. Я познакомилась с Олей, врачом. Она рассказывала мне, потом начала меня посещать на дому, делать мне уколы, лекарства разные. Без врача я бы давно уже умерла. И я переживала, я думала, что дальше делать. Я не знала, как бы жизнь была пустая, без Бога. Оля знала язык глухонемых и разговаривала с Шурой. Шура узнала, что Оля верующая, и стала расспрашивать ее о Боге. Мне понравилось, я слушала. И постепенно, постепенно, все, я решила, и пошла, и покаялась. Потом я начала учиться и читать, как правильно относиться к людям. И мне понравилось, что меня спас Бог, что дал мне здоровье. Сегодня у Шуры диагноз прежний, но чувствует она себя намного лучше. Самообман. Но, как мы поняли, пообщавшись с Шурой, умирать она не собирается. Самообман. У меня была радость. И я сидела, и смотрела, и радовалась. Я чувствовала, что Бог меня спас, сохранил, любит. И я тоже смотрю на Него и сильно люблю Его. Еще и дальше, до смерти, мне сердце чувствует. И когда я сижу, я размышляю. Бог мне что-то говорит. Мне это интересно, удивительно. Он успокаивает меня, успокаивает. Моя душа прям радуется, что хорошо и чисто. Я чувствую, что дальше буду жить. Я не чувствую страха, ничего не думаю об этом. Я чувствую сердцем, что Бог всегда сохраняет меня. А сейчас все по-другому. Я в жизни чувствую лучше себя. Я хочу, чтобы всем было хорошо. Чтобы все ходили в церковь. Вы видите, как я здоровая стала. Могу ходить в магазин. Все могу. Это свобода. Спасибо Богу. Так когда самообман, когда беспробудно пила или сейчас, когда стала верить? Почему стала верить только тогда, когда смертельно заболела? Почему не верила раньше? Наша поговорка гром не грянет, мужик не перекрестится. Неужели для того, чтобы верить, нам нужна смертельная болезнь? Все знают о Боге. Все знают, кто верит, кто не верит. А всегда, когда что-то случается, Господи, помоги. Всегда же первое слово, может даже немножко неосознанное. Господи, помоги. Что верующие, естественно, они более спокойные. Более спокойные, если верующий человек, да, его это заболевание посетило, да, пользуются всеми нашими методами лечения, более спокойные и адекватные. И нет вот, мне так кажется, нет вот таких изменений личности, как у неверующих. А почему? А почему? А потому что просит, а потому что молится, а потому что, что такое молитва, это просьба к Богу, да, спокойствие. Спокойствие, что ты перед Богом, что Он тебе поможет всегда, даже в этом состоянии. И человек говорит, что болит у него, скорее, не какой-то орган, но болит у него сердце, болит у него душа. И человек задумывается о Боге, задумывается о том, для чего он живет. Он думает, и часто чувство вины в этом человеке преобладает. Человек анализирует всю свою жизнь. И поверить в то, что Бог готов простить его грехи, очень тяжело человеку. Но одновременно именно этого жаждет его душа, именно этого он ищет, он ищет смысла жизни. Хотя он концентрируется на своей болезни, но он понимает, что есть что-то важнее, чем болезнь. Вот есть Бог, и есть нечто, что ему нужно найти. Пусть каждый выбирает сам. Насильно ничего, вот вера насильно, но как скажешь, не как только каждый сам выбирает свой путь, свою дорогу. Люди не поймут, пока они сами не будут с Богом. Вот не поймет никто, пока он сам не будет с Богом. Как можно понять, вот я ем яблоко и говорю, какое оно вкусное, если ты его не вкусил, да? Любить друг друга, это, конечно, может, высоко очень, да, любить друг друга, но это надо. Обожать, любить, прощать, ну и к себе относиться очень строго. Конечно, понять, какой твой истинный смысл жизни – это процесс. И это долгий процесс. И у некоторых людей этот процесс так и не завершается, и они умирают, так и не примирившись с Богом. И для нас это, конечно, самое тяжелое. Но каждый человек имеет право выбора на это. А что вы вот здесь ощущаете, занимаясь такими? Я ощущаю, что так надо ценить жизнь. Каждую минуту, каждый день, каждую минуту. И в жизни только рады и должна быть. Только радоваться жизни. Тут надо просто идти к самому, к Богу. Не к бабушке, которая будет отмолвать. Они не знают их никому. А для того, чтобы знать, нужно просто, наверное, воззвать к Нему. Понимаете, каждый, в Писании написано, да? Каждый, кто призовет имя Господне, спасет нас. Так? А раз так, то Бог распознает даже не слова. Он просто знает сердце, и Он распознает это как молитву. Понимаете, Он найдет для них тот путь, который действительно... Только для них верный этот путь будет. Как они придут к Нему, как Он их приведет, это Его суверенная воля. Тут важно не как и никуда. Тут важно кому. За нашу жизнь заплачена высокую цену. Я желаю нам верить. Если говорят, что Он нас всех слышит, то я попросила Его. Господи, научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. КОНЕЦ НЕСЕЛЬНЫЙ ПОТЕЛЬМЕНТ€ КОНЕЦ 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 ВЕСЕЛЬНЫЙ ПОТОПИ КАКЭНС‬ КОНЕЦ